Ну вот эту дорогу почти пять лет не подсыпали. Приусадебный участок на восьмом причале у Полины Прохоровой уже несколько десятков лет. Все эти годы, чтобы из города добраться до своей дачи, приходится преодолеть немалый путь. Сначала на автобусе. После этого 20 минут пешком до дачного участка. Автобусы разворачиваются здесь, а нам еще до дачи идти полтора километра. Поэтому мы хотели хотя бы на километр продлили еще дорогу, где этот ларек. Раньше добраться до дачи было проще. Несколько лет назад здесь курсировал паром. Но, как отмечают транспортники, был убыточным. Поэтому теперь попасть на участки можно только по суше, причем пешком. Черна правильной части должна быть 3,5 метра. Там есть узкие участки, где ширина два автобуса между собой не разъедутся. И не то, что автобусы, а даже электронные транспортные составы, они могут не разъехаться. Крайними в этой ситуации остались дачники. На восьмом причале сейчас около 1600 домов. Большинство их владельцев – пожилые череповчане. Здесь находятся где-то в пределах 5000 дачников. И проблема еще в том, что вот этим дачным участкам уже больше 25 лет. Поэтому здесь в основном люди пожилые, в основном пенсионеры, ветераны. Поэтому и моя заинтересованность, мое участие в решении этого вопроса, она как раз порода моей сегодняшней должности – председателя городского совета ветеранов. Взять эту проблему под личный контроль пообещал депутат Госдумы Георгий Шевцов. Сегодня он встретился с владельцами дачных домов. Дорогу предложили расширить, чтобы обеспечить проезд автобусов. Какие шаги необходимо выполнить для того, чтобы согласовать с районом, передать эту дорогу на баланс, а может быть и параллельно вести и работы, и оформлять на баланс эту дорогу. Больше 90% пенсионеров здесь живут. И приходится больным людям такой путь проделывать. Это неправильно. В пятницу на эту тему пройдет совещание с участием городских чиновников и представителей дачных кооперативов. Там планируется решить вопрос с дорогой на восьмой причал окончательно.